здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала сегодня я хочу вам рассказать о своем законченном проекте как вы знаете я участвовала в совместном проекте вяжем сказку повязали палантина и и организовали девочки с канала сами нет и вот такой палантинчик у меня получился такой нежный ажурный очень легкий вот в этом палантине у меня получился длиной метр девяносто два шириной 52 сантиметра можно было еще раз тянуть ну не что жалко стало вот закончил я его вчера час ночи тут же постирала и заблокировала сегодня он готов мне очень нравится сейчас расскажу о самом проекте а потом немножко рассмотрим палантин ну что же участвовать в проекте мне в принципе понравилось сначала это расскажу что понравилось в том что не очень участвовать понравилось это был мой первый совместный проект в котором я участвовала очень была доброжелательная обстановка очень много много новое узнала оказывается до этого я вязала вовсе и не палантин и а ожогные шарфики вот сейчас я знаю из какой пряжи вязать как вот эти все ажурные кончики обвязки все очень интересно кто не знает пожалуйста смотрите там очень очень много полезной информации вот хорошо было то что мы каждую субботу должны были предоставлять отчет о продвигающейся работе можно было посмотреть на работу другие девочек и как бы оценить свое так ли у тебя вообще все идет или что-то не то мне это понравилось потому что я думала что что совсем уже что-то не туда потому что то я взялась вязать из этих ниточек ниточки очень тоненькие здесь 100 грамм вот такой большой палантин и ушло мне всего 100 грамм 100 граммах здесь получается до точки по 25 граммах я купила 4 моточка получалось 100 грамм они почти все ушли осталось совсем немножко и вот тысячи метров 100 граммах тысячи метров а спицы я взяла по толще номер четыре и вот первое время пока я вязала мне казалось что я вязать вообще не умею взялась первый раз жизни очень было очень было тяжело но потом как-то привыкла с узором очень долго мучилась я вообще кошмар там было условие что нужно вязать палантин по своему проекту как бы да не чей-то проект взяты там и журналов или что-то а по-своему я как честный вязальщик естественно стала искать узоры какие-то кайму там все такое а потом когда смотрела у девочек оказывается многие взяли из журналов и это не вязали уже готовая по готовым схемам вот ну что же еще что мне не понравилось я так поняла что я не люблю участвовать соревнованиях я люблю вязать свое удовольствие 10 все равно получается гонка такая нужно успеть вовремя и не хочется как-то опозориться вроде бы но но сейчас я так устала от этого вязания да что я уже это думаю что мне вообще уже все равно главное что мне сейчас есть такая вещь выиграю я что-то не выиграю мне вообще это вообще не важно и сразу было неважно потому что это знаю что что главное что мне нравится да как как главное что нравится мне я буду носить его с удовольствием надену на корпоратив на новый год на работу все уже ждут потому что я его носила и на работу и без зала в обеденный перерыв потому что времени все равно мне не хватало вот не понравилось соревнование мне общем это а так то проект мне понравился в итоге мне появилась в моем гардеробе прекрасно такая вещь у меня хотят уже ее купить но продавать пока не буду там посмотрим потому что еще один раз выдержать такое вязание пока что я не в состоянии повяжу пока что мы простое для души вот это все таки очень сложно очень очень сложно его для меня всякой куче первый раз то все искать если может быть по готовому проекту то может быть легче будет но посмотрим а сейчас я хочу вам его показать поближе рассмотрим посмотрим с каких ниточек по какому узору так рассмотрим же мой палантин вот вязала я его из середины вот наборный мой край набрала самым обычным способом что-то я даже и не подумал что можно как-то по-другому хотя знала что можно по-другому там сначала набирается крючком цепочка есть нее в разные стороны набираешь и вяжешь но я набрала обычно способа и в принципе не очень ты и видно и мне кажется аккуратненько получилось так вязала из вот таких ниточек кид мохер написано что италия так состав чуть не фокусируется видно не видно так в общем состав тут 70 процентов кид мохер 20 процентов 30 процентов то есть полиамид 70 кид мохер по 30 процентов полиами до 25 граммах 250 метров спицы 2 2 с половиной такие ниточки я покупала 4 . схему я взяла из своего старенького журнала искала искала и что-то остановилась на растительных вот узорах не не охота было вязать листья но все-таки пришлось вот на таком узорчике это цветочек видите листочки и цветочек или тюльпан или колокольчик что такое и потом когда я искала схему в общем я закончила начала таким узором закончила вот такими листочками 3 рапорта я взяла сейчас рассмотрим на наконец на концы изделия да а потом стала искать схему схемкой мы нашла к ему такого этого интернете с ошибками естественно срисовывала прямо с экрана как это с компьютером не очень дружу у меня получилось что в общем это нашла кайму стала считать рассматривать и получилось таки интересно сейчас я покажу вам да вот здесь у меня 21 петля и здесь тоже 20 как раз все так совпало и совпали тоже узоры сейчас покажу так что все так как-то получилось хорошо там такая такой длинный палантинчик вот тут маленько может быть что-то и неровно ну ладно первый раз так что муж простите вот узорчик значит вот цвет листья стебелек цветочек дальше пошли три пары листьев и посмотрите как плавно так хорошо все переходит вот в такой листочек или в цветочек кайма образуется так что это все разные узора получилось получился вот такой палантин принципе такой это как будто так и задумано это все придумала я сама это низ какой низ какого журнала в общем потихонечку полигонечку так все что у меня и сошлось вот валантин мне очень понравился очень легкий нежный такой не колючий так что вяжите это и прекрасный подарок кому-то и себе такая прекрасная вещь очень мне все нравится вот сейчас нужно мне сфотографировать и послать ее это на заключительный отчетный уже заключительный отчет посмотрим что будет дальше участвовать в проектах я наверно буду еще если мне понравится тема но говорю вот этот от этой гонки какой-то то что нужно было успеть срок я как-то подустала все до новых встреч до новых работ желаю вам успехов ваших вязания